Добрый день уважаемые зрители канала газета садовод у меня в руках обыкновенный салат салат листовой который выращивают на своих садовых участках многие огородники салат повышает аппетит улучшает пищеварение выводит из организма холестерин способствует нормальной работе желудка поджелудочной железы печени этот список можно продолжать дальше и дальше но сначала салат необходимо вырастить о выращивании салата сегодня мы и поговорим для выращивания салата нужны хорошо оккультуренные супещаные или легко суглинистые почвы без сорняков из всех овощей он наиболее чувствителен кислотности почвы предпочитает расти в интервале ph 67 хладостоек выдерживает заморозки до минус трех минус пяти градусов сходить начинает при температуре 5 градусов но оптимальная для роста температура 15-18 градусов салат светолюбив по требованию к свету он подобен томатам относится к растениям длинного дня сеять салат можно после огурцов кабачков а также через два-три года на тех же участках грядку под посадку желательно подготовить осенью под перекопку вносят не менее половины ведра перегноя или навоза 40 грамм суперфосфата и 15-20 граммов сульфата калия на один квадратный метр если вы не применяете минеральные удобрения на своем огороде то можно внести в почву вместо минеральных удобрений залу но залу в избежание вымывания калия из почвы лучше вносить весной как я уже говорил салат хладостоек поэтому его можно высевать ранней весной как только сойдет снег или под зиму тогда урожай вас порадует недели на две раньше при подзимнем посеве чтобы исключить прорастание семян осенью процедуру эту следует проводить только после наступления устойчивых заморозков высевая сухие семена в уже промерзшие ранее приготовленные борозды и засыпая их припасенным для этой цели грунтом который хранился у вас в помещении при весенней посадке ранее весной почву разрыхляют делают неглубокие борозды поливают их водой и высевают семена заделывая на глубину около одного сантиметра при посеве сухими семенами всходы появляются через 5-7 дней после всходов растения необходимо прореживать загущение в сочетании с дождеванием приводит к загниванию нижних листьев поливать растения лучше под корень часть поливов если есть необходимость совмещать с подкормками после поливов желательно разрыхлить почву салат в силу его скороспилости можно выращивать конвейерным способом с посевом через определенный интервал времени потребность в питание у салата выше чем у капусты в первую очередь ему необходим азот чтобы избежать опасности чрезмерного накопления нитратов к чему культура очень расположена в почве нужен постоянный запас фосфора и калия избыток азота приводит к чрезмерному нарастанию листьев их изнеженности повышенной поражаемости болезни и как я уже сказал накоплению нитратов уход за растениями состоит в удалении сорняков рыхлении грунта прореживанию и поливах поливать растения следует по мере высыхания почвы избегая попадания воды на листья поливы производить лучше по утрам недостаток влаги сухость воздуха негативно сказывается на урожайности и качестве салата излишняя влажность способствует распространению болезней болезни салата в основном физиологического характера от нарушений в агротехнике полив питания вредителями являются голые слизни и улитки урожай салата убирают по мере созревания в утренние часы когда растения максимально напитаны влагой листовые салаты готовы к употреблению когда их розетка образует по 5-7 листьев скороспелые сорта салата накапливают витаминов больше чем позднеспелые в ряде стран западной европы салат по значимости стоит впереди томатов и других овощей салат сохраняет питательные вещества почти полностью при хранении и приготовлении пищи его употребляют в питании главным образом в свежем виде листья идут на салаты бутерброды в супы пюре их можно отваривать и жарить а я желаю вам цветущего сада хорошего урожая и всего самого доброго заходите на наш сайт газета садовод точка ру подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами удачи вам удачи вам